Крупный план Сельское хозяйство Сельское хозяйство Расскажите нам, пожалуйста, подробнее Что это вообще за проект Что появится нового Новые площади, новые рабочие места Новая продукция Здравствуйте Во-первых, поблагодарю, что позвали в студию Нам издалека сюда мы ездим Не часто, но в целом Значит, хочется рассказать действительно Про возможность Победить в гранте Была такая В июне месяце Месяц назад, собственно говоря Это состоялось Благодаря программе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Мы заявились на конкурс Прошли конкурс, отбор И наш бизнес-план Был защищен То есть и первое место занял Что за проект? Что будет реализовано? В проекте предусмотрена реконструкция Фермы Старого коровника Под новый С привезным содержанием коров Также это будет приобретение Сельхозтехники Ну и расширение Тоже реконструкции Получается Действующего пункта Переработки молока Который мы построили В 2018 году Как раз Тоже в 2016 году Мы выиграли еще Первый грант Это уже у нас второй Мы все правильно сказали Это 23 миллиона рублей Значит Это 40% Это 60% От общей стоимости проекта 40% Добавляем уже мы Своих средств И запланирована реализация На конец 2021 года Нужно реализовать этот проект Сейчас уже начались Собственно говоря Работы подготовительные Это только реконструкции Или увеличение полей Еще в этом случае Тут нет С полями у нас уже они есть У нас в общей сложности Порядка 900 гектар В собственности И часть полей мы используем Часть полей мы не можем Еще использовать Потому что они заросли С ними нужно требоваться Большой работы У нас лесной край Деревьев много растет Уже на полях То есть Все-таки время было упущено Когда-то И поля зарастать стали Ну о полях поговорим Чуть-чуть попозднее Сейчас давайте Вот о самом проекте То есть вы к нему Подходите Вы его начинаете Наталья Александровна Вот как В этом случае Когда начинает Предприниматель Какой-то новый проект Какую-то реконструкцию В данном случае Да Действовать правильно Чтобы потом Не столкнуться С какими-то проблемами При оформлении Допустим документов Да Не знаю Неправильной перепланировки Неправильной реконструкции Ну В первую очередь Это Конечно Нужно выбрать Грамотного Производчика Я думаю У экофермы Демьянова Уже такие Есть На примете И нужно Проанализировать Во-первых Достаточно ли площадей Земельного участка На котором будут Расположены Объекты Проанализировать Если будет строиться Там Новый объект Ихнюю расстановку Чтобы были соблюдены Как и Противопожарные нормы Так и Все санитарные нормы Так как у нас все-таки Производство продукции Это С санитарными нормами Все связано И со здоровьем людей В дальнейшем Тут СЭС Будут постоянные гости Нужно все это Грамотно планировать И конечно Нужно Грамотно Проектировать И все это С технической точки зрения С точки зрения Безопасности Чтобы у нас Не повторялись Истории Которых в последнее время В области у нас Слишком много И за такими объектами Как правило Особенно если Это На деньги государства Частично На контроль Будет осуществляться Усиленно А что за история О чем вы Ну Как у нас И торговый центр В Зуевке Обрушился Там в Кикнуре Взорвал взрыв газа В Кирове Взрыв газа И все-таки Это страдают Сами здания И В Зуевке Ну Предположение высказать Что может быть Какие-то Нарушения при проектировании Или еще что-то было Ну Там Проверка Она сама разберется И Когда будут Проектировщики Все рассчитают Строители построят Это конечно Оформление В собственность предстоит И тут И понадобятся Услуги Кадастровых инженеров Таких как мы То есть мы Поможем И сопроводить Проектировщиков И все Замеряем Проконтролируем Потому что Кадастровый инженер Я повторяю это Неоднократно Он как Юлий Цезарь Он должен Разбираться Во всех Направлениях Документы Чьих компаний Он анализирует И фирм Потому что На основании Нашего документа Объект Регистрируется И ставится На кадастровый учет И соответственно Мы несем Ответственность За ту документацию Которую нам Предоставили И поэтому Нам удобнее И правильнее Контролировать Есть процесс С самого начала Чтобы в дальнейшем Было меньше Исправлений Меньше Корректировок Возможно Где-то Избежание Каких-то ошибок И в результате Такой работы Комплексной И с самого начала Можно очень Сократить сроки Отработки документов И соответственно Эта и стоимость Будет уже Она намного меньше Чем Тому за переделку Заплатить Другому за переделку Заплатить То есть Основной Это комплексный подход С самого начала И общаться Со всеми Организациями Которые будут Участвовать Это И проверяющие службы Мы можем там Учесть и требования СС И требования Пожарной инспекции И проектировщиков Все это свести воедино Очень хорошо Началась уже реализация Александра Вообще Что она предполагает Это перепланировки Это строительство Каких-то новых объектов Прежде всего Мы должны Сначала Оплатить И подготовить Проектную документацию Проектировщики У нас занятые Это тоже Надо понимать Что у нас Вообще Как бы специалистов Исключительно Специализирующих На сельском хозяйстве Там Свои тонкости Свои нюансы Нужно здесь Подбирать хорошо Но у нас был опыт Мы уже сработались С такой компанией В тот раз В принципе Хорошо все сделано То есть нам Как бы Были мои моменты Замечания Но мы их улаживали Как раз таки Вот я сейчас Об одном жалею Почему я Не знал об этом Раньше В вашей организации Которая бы Такие услуги Могла оказывать Потому что Действительно Приходилось Изучать такие моменты Которые в принципе Не хотел бы изучать Некогда Тратить время Мне на них Вы как руководитель Должны заниматься делом Все правильно И как раз Это меня отнимало Мне приходилось Иногда садиться И просматривать Как бы Какие-то пункты Исправлять ошибки Самому Видеть эти Находить ошибки Конечно же Здесь Работа со специалистами Она была бы Эффективнее Перейдем К следующим вопросам Да Времени у нас мало Да Уже начали Вы говорить Что у вас 900 гектаров Земель Площадей Используете Вы из них Если я правильно Нашла информацию 600 гектаров Обрабатываем Да В том числе 150 Пассивных площадей Пастбищ Вот в этой связи Хочу спросить С какими проблемами При организации Процессов Работы с землей Там Примежеваний Может быть Участков Вы сталкивались Расскажите А Наталья Александровна Опять же Пояснит нам Как Ну вот эта история В нашем случае Значит Прежде всего Мы выкупали Уже У колхоза Эту землю Да У банкротившегося Который обанкротился И здесь Речь идет о том Что Знаете Эта история С пайщиками Она самая такая Болезненная Самая больная И вот они пайщики Он сидит С этим пайщиком Трясет Что здесь мое А его Ничего нет Это он раньше Сколько-то лет Здесь обрабатывает Этот участок Синокосит Например Даже не обрабатывали Да Или не обрабатывали Но даже вот такие случаи У нас были Что они здесь Синокос свели Земля была оформлена нами То есть мы тоже Знаете Не каждый у клочок Не ходили Не изучали Как бы Межеватель сразу Провел работу Что вот поля доступные Вот поля Значит Которые Граничат Населенным пунктом Которые можно трогать Как и относится К усадьбам Там Частным Ну и вот эти паи Конечно Была тут конфликтная ситуация Потому что Частник с паем С своим С паем Который он не оформил Не отмежевал Он не имеет прав Никакого По большому счету Актуальна эта ситуация Еще В данный момент Очень мало таких Запросов Года Четыре Пять назад Было очень много Там вот эти Бесхозные паи Невостребованные паи Администрациями Живали и все Сейчас это очень мало Таких вопросов Сейчас уже идут потом Вопросы по внутренним площадям По внутреннему пользованию Чтобы По внутреннему пользованию Как раз проблема Которую я Наверное Звучу И она Наверное Не только меня касается Это вопрос по По полям Где растет лес То есть не только Маленькие елочки Которые только Начали появляться То есть Надо понимать Что мы пришли тоже На такую землю Уже Очень отдохнувшую Да Поэтому там уже лес растет Такой Что можно Рубить уже Начинать от леса Дома строить Но проблема в этом Что земля Оформлена в собственность Лес на ней растет Что с этим лесом делать Непонятно Вроде бы Существует Я так понимаю Закон Где мы должны Если земля используется Не по назначению Она каким-то образом У предпринимателя У собственника Должна как-то Ликвидироваться Забираться Вот можете здесь Мне прояснить ситуацию Да У нас действительно В земельном кодексе В административном кодексе Прописано Что если участок Используется Не по целевому назначению То там предпринимаются Какие-то меры Но по практике Даже в землях Населенных пунктов С таким очень редко Сталкиваемся Тут же надо Самое главное Доказать Что эта земля Не используется А в пределах Сотен Там и десятков Гектар Колхозных полей Это практически нереально И как правило Этим должна заниматься Местная администрация Это муниципальный надзор Но если будет Кто-то ему предложит Этому муниципальному надзору Сходить Проверить А невозможно Но законам предусмотрено У нас жизнь идет Все меняется Кто знает Какие законы у нас Будут написаны Завтра и послезавтра Но ко всему Быть готовым Надо И как-то Обезопасить себя Может быть Выделить это В отдельные участки Или еще что-то Вот да Поэтому законодательство Тоже нам Пока не диктует Что с этим делать Но мы это Как бы С одной стороны Никто не спрашивает Но мы же предприниматели Мы должны думать Наперед А вдруг завтра Такая проблема Возникнет Что с ней делать Непонятно Несовсем Насколько ответственность Мы должны На себя Это Перед началом Эфира С Александром Как раз Общались И он Рассказал Очень интересную Новость Что Сейчас У нас Рассматривается Закон Как раз Касающийся И лесной отрасли И сельскохозяйственной Отрасли И в дальнейшем Если закон этот примут Можно будет Разделить Эти участки Как мое предположение Как это будет Развиваться Да Участки разделятся Категория Останется Это же самое Сельхозназначение Но Разрешенные Использование Земельного участка Будут лесные угодья И там уже будут Свои взаимодействия Прописаны То есть Да В рамках лесного кодекса И там уж Работа с местными Лесничествами И все Вот При принятии Такого закона Да Фермеры Себя смогут Обезопасить От того Что они используют Земельные участки Не по целевому назначению И спокойно Очистить этот участок Или очистить Или дождаться Пока это вырастет Крупное лес Вырастет И уже его там Если земля в собственности Использовать По назначению Да Спасибо Это очень интересно И очень многим И предпринимателям В сельском хозяйстве Это бы помогло Да И все Кто в деревне Бывает Особенно Где-то По окраинным районам Представляют Просто Как страшно Поля зарастаются Сейчас Да Поэтому вопрос По полям Мы обсудили По полям Ну вот Еще конечно Вопросы Я говорю Такого характера Были Когда По полю Проходит дорога То есть По сути Поле Является Собственностью А дорога По которой Уже рыбаки И охотники Ездят Там не первый год Им трудно Объяснить Что по ней Ездить Уже нельзя И проблема Порча Полей То есть По сути Это порча Имущества Да То есть Это затраты Вот здесь Конечно У нас Был Такой Был горький Конфликт Который мы В принципе Так никто Никто нам Не смог Объяснить Кто тут виноват Как с этим делать Как с этим бороться По крайней мере Администрация Как говорят Сумывает руки Но если Провести Аналогию С такими Проблемами Вот в городе В населенном Пункте Все У нас Как правило Народ Привык ездить Там где ему Удобно И они Не хотят За несколько Километров Объезжать Но согласно С Александром Это частная Собственность Они Обрабатывают Эту землю Ухаживают Пусть там Платят Не платят Налоги Там по закону Не суть Важно Они Не могут Пустить там Частных лиц Но возможно Рассмотреть Вариант О наложении Сервитута Но так как Земля в частной Собственности Это будет Накладываться Частный Сервитут И за него Нужно будет Платить Кто же опять Будет Инициатором Собственником Это не нужно Тут или Администрация Или кто-то Тут тоже Вопрос интересный Его надо решать У нас Практика По сервитутам И обременениям Довольно обширная Много различных Направлений То есть Надо изучить Вопросы И уже Дать рекомендации Индивидуальные А вот просто Уже для интереса Для понимания Как это происходит Вот наложен Там этот сервитут Нет Вот если Привести пример Как мы работали В городе У людей доходит Даже до судов Был случай Мы рассматривали Экспертизу Что дом Многоквартирный Построен А за ним Есть участок Отведенный Для производственной Базы И эти Кто там Собственность Состроить Это производственные Постройки Говорят Вот нам удобнее Ездить через Территорию Многоквартирного Дома Мы не будем Там объезжать Еще где-то Соответственно Они подали В суд На застройщиков Суд назначил Экспертизу И мы в рамках Экспертизы Исследовали Все Мы нашли Еще пять Вариантов Проезда Соответственно Суд отказал В наложении Сервитута Тут может Вполне Таким же Образом Рассматриваться Изучается Этот вопрос И Предлагаются Варианты Другого Проезда Это не обязательно Должен А если Уже суд Признает Что там Это единственно Возможный Вариант Проезда Вот это Через Это поле Тогда уже Будет накладываться Этот сервитут Только в деревне Наверное сложнее Да Александр С этим Когда все Вокруг тебя Знают А ты такой Взял и поставил Забор Ну У нас Законы писаны Одинаковые Для всех Просто Да Согласно В сельской местности Это намного Сложнее воспринимается Там сразу же Можно стать Врагом народа Конечно Кулаком Есть у меня еще Вопрос По инженерным Сетям И вот В частности Оформление Скважин Которое Тоже Для деревни Наверное Актуально Вот хочу еще Спросить об этом Приходилось ли Вам делать Сталкивались С проблемами Какими-то При оформлении Вот сейчас Как раз У нас Это актуальный Вопрос Нам нужно Мы хотим Делать скважину И вот Вообще Здесь тоже Пробел Как бы Определенных Знаний Как поступить То есть Нужно Разговаривать С проектированием Не нужно Сделать ее Вот такую Как всегда Делают Условно 15-20 метров Как обычно Пришли Тебе Сделали Вот У тебя Водичка Бежит Нужно ли Регистрировать Не нужно Если говорят Регистрировать Я слышал Нужно лицензию Получать Это все Как-то Удорожание Насколько Это нужно Для личного Использования Для личного Использования Если вы На своем Приусадебном Участке Эту скважину Делаете Ну Как правило У нас Это не оформляется Если все Таки Это идет Уже Там Или для Орошения Полей Или у вас Там Просто Не хватает Воды Рядом С цехом Переработки Молока Это уже Будет Рассматриваться Как Расчеты Делаться Для производства Там В зависимости От объемов Потребляемой Воды Рассчитывают Насколько Вот я сейчас Не буду Врать Точно Не помню До определенного Количества Кубометров Там Можно лицензию Не получать Свыше Уже Надо Также Эта скважина Она является Точно таким же Объектом Недвижимости Подлежит Постановке На кадастр В учет И мало того Таких больших Скважин Для Производства Есть Тоже Санитарные ПСА Охранные Их тоже Нужно Ставить На учет И Как правило Вот в этих Санитарно-защитных Зонах Скважин Там Не строительство Ничего Не разрешено Тут тоже Нужно Проводить Такой Комплексный Анализ Это тоже Как рекомендация Если Вот вы будете Строить Там по этому Гранту Свои постройки То есть Это сразу Тоже Все в проекте Учитывать В проекте Имейте Ну Вот когда Вы будете Проектировать Еще что-то Там То есть В общем Это И предусматривать Уже Все В одном проекте Да 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 Хорошо Спасибо Время у нас Заканчивается Поэтому Будем потихоньку Подводить итоги Вот еще у меня Один есть вопрос Вообще По поводу Жизни в районе Да Работы в районе Вот В Кирове Все просто Да Доступны Специалисты Доступна Там Не знаю Администрация И все И все остальное А вот Как с этим В районах Насколько Проблемно Вот найти Хорошего специалиста По кадастру Вообще Насколько Вот Вы с такими Ситуациями Сталкивались Что там Из-за какого-то Невовремя Неверного Оформления Документов Да В какой-то Просак Попадали Да Наверное Даже Вообще Специалистов Любого уровня Не обязательно В этой сфере Работ Там Любого уровня Животного В том же Проблемы Существуют С кадровым Безусловно Ну Вы сами Да И ответили С этим вопросом Но Главный вопрос Проблема В районах С кадрами Существует Но Что касается Кадастровых Естественно Работают уже Районы Вы же знаете Что администрация Района Поселение Она Часто проводит Такие мероприятия И как правило Она уже с кем-то Сотрудничает Зачастую Это те люди Не каждый Поедет в подосинец Я вам скажу Потому что Ну Работы у кого-то И здесь хватает Или еще Кто-то просто скажет Я туда в эту дальнюю Попросит Там да Дорог нету Еще что-то А есть Предприниматели Ну Кадастровые инженеры Которые приезжают С Кирова Но Сказать что это доступно И удобно Не сказать конечно же То есть бывает Вся ж дешево Там он какое-то время Должен приехать И все к нему разом бегут Чтобы быстрее Там ему что-то Задачи поставить Определенное Да Ну Как-то так Вот Антон Александрович Тоже возможно уже Александр Александрович Ответил Но хочу спросить Насколько вообще Охотно Да Кировские Ну в принципе Вот мы Понятно мы В подосиновский район Частный дом Оформлять Не поедем Потому что Это просто невыгодно Будет клиенту По затратам Если работать С каким-то большим Проектом Или там Собрать заявок И там От пяти И выше заявок Ехать Для нас Границ не существует У нас топограф На своем транспорте Ездит Замерщики ездят Мы здесь Обрабатываем У нас Век высоких технологий И все остальное Можно сделать В режиме онлайн И с администрациями В том числе Согласовать Сейчас они на это Очень охотно идут Раньше они не шли Это надо было Всегда им лично Документы ввести Сейчас все можно Отправить по электронной почте Так что Я думаю Больше заинтересованных Специалистов По работе в районе Появится Мы не против Работать там Давайте тогда Нашим слушателям Может быть Из районов Из близлежащих районов Напомним Как к вам Можно обратиться Ну У нас Есть Сайт Во-первых Актион24.рф На котором Можно оставить Как и заявку На звонок Заявку на консультацию Представлены группы Вконтакте Телефоны наши Тоже можно просто найти Находимся мы В центре города Кирова Карла Маркса 101 Это напротив городской администрации Пожалуйста Милости просим Всем будем рады Ну и давайте Будем подводить итоги Хочу Как обычно Сделать резюме Какие-то рекомендации Нашим слушателям Дать Давайте Как обычно Я начинаю Вы продолжаете Все То что я запомнила Очень важно Найти грамотного Проектировщика Если мы начинаем Какой-то новый проект И Работать с одной компанией Включать все В один проект Например Вот если мы заговорили Отдельно Что нам нужно Скважина Нам нужно Новое здание Все То есть все работы Рассматривать в комплексе Сложнее потом бывает Воедино все свести Если Один одним занимается Другой другим И сложности Определенно возникают Потом Еще Еще что мы можем Порекомендовать Ну В принципе Всегда мои главные Рекомендации Это работать комплексно Смотреть более широко И когда Странжера Вот мы как Странжера У нас не стоит То что Мы сделали Свою работу И все На этом Наш путь закончен С данным заказчиком Нет Мы всегда Просчитываем результат Я и С коллегами Когда разговариваем Рекомендую То есть Что получит Заказчик После того Как мы выполнили Работы Достигнет ли он Своей главной Задачи Которую он Перед собой ставил А то что На замерах И на съемки На топографической Жизни заканчиваются Нужно регистрировать Права И дальше Объекты Эксплуатировать В соответствии Со всеми правилами И это все Должно быть учтено В этих работах Александр Какой-нибудь Главный вывод Из нашего разговора Вывод Ну прежде всего Когда Я вот для себя Сейчас отмечаю Что и Консультанты В этой отрасли Нужны То есть Когда идешь С проектировщиками Ты слушаешь Проектировщиков Они самые умные Они самые Они все знают А консультацию Получите сопровождение Конечно же Вот мне интересно Было бы Если Наверное Придется нам Посотрудничать С удовольствием Да Спасибо нашим гостям За эфир Спасибо вам Спасибо Александр Александрович Наталья Александровна Доброго дня Вам И доброго дня Всем слушателям До свидания Покупайте фермерскую продукцию Правильно Крупный план